Ленинский район В ней свели прием терапевт, хирург, окулист, невролог, лор и гинеколог. С давлением. Волнуются люди, наверное, забывают принимать лекарства. Больше узких специалистов востребованы. Часть специалистов разместилась в самом предвижном комплексе, другая – в здании местного досугового центра. Параллельно здесь же люди могут пройти диспансеризацию в плане лабораторного обследования, сахар крови, общий анализ крови, уровень холестерина посмотреть, то есть необходимое обследование провести, сделать сразу же ЭКГ и флюорографию. Еще и гинеколог у нас принимает. То есть, в принципе, все этапы диспансеризации одним моментом мы захватываем. Любовь Петровна Алферова из деревни Белиутово сегодня впервые за долгое время смогла пройти комплексное обследование. Три года я в больницу не ходила. А здесь все рядом. А почему три года? Далеко, да? Далеко. И автобус полтора километра, а у меня ноги больные, я не могу ходить. Полтора километра до автобуса только дойти. Местные жители жалуются. В округе нет даже медицинского пункта с дежурной сестрой. Поэтому уколы многим приходится делать самостоятельно. Хотя помещение для медработника есть. Здесь, на Полковниково-14, в советское время располагался сестинский пост. Сейчас сделали ремонт как раз. Все там готово. По требованиям были из гостехнадзора. По требованиям сделали ремонт. Пожалуйста, заезжайте. Хотя бы какую-то часть времени, чтобы сидела медсестра и назначенная врачом уколы делала. Потому что не каждый может сделать себе сам. И тем более доехать до горок Ленинских или до Видного. Только за первые два часа работы выездного комплекса ВРКБ к медикам обратились 38 человек. 19 из них сдали кровь. Почти все пришедшие сделали ЭКГ и флюорографию. Вдохнуть и не дышать. Такие выезды планируется организовывать раз в месяц не только для взрослых, но и для детей. 6 мая поликлиника на колесах отправится в поселок Володарского. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok